Я приветствую всех, кто сегодня разделяет вместе с нами третий день поста и молитвы. И тех, кто сегодня с нами в онлайне, мы приветствуем вас, благословляем и верим, что мы вместе получим великую награду. Аллилуйя! Воздайте Господу большую славу! Эй, постящиеся христиане, поднимите голос радости! Эй! Аллилуйя! Иисус говорит, когда ты постишься, не надо одеваться в черные одежды. И не надо носить унылое выражение лица. Хотя, мне кажется, лицо важнее, чем одежда. Так что дресс-код на втором месте, а фейс-контроль на первом. Аллилуйя! Что нам мрачнеть во время поста, если мы верим в ответ? Пост для нас – это не цель. Пост для нас – это средство для достижения цели. Когда мы смиряемся перед Богом, мы знаем, что Бог смиренным дает благодать. И Бог эту благодать будет изливать больше, 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 и мы увидим славу Божью. Аллилуйя! Писание говорит, что Иисус вошел в Иерусалим и в храм. Он хотел знать, что происходит в Иерусалиме. Чтобы знать, что происходит в Иерусалиме, нужно знать, что происходит в храме. Потому что не Иерусалим влияет на ситуацию в храме, но ситуация в храме влияет на ситуацию в Иерусалиме. Не ситуация на Донской площади влияет на то, что происходит в церкви. Ситуация в церкви влияет на то, что происходит в Сайме и в нашем правительстве. Амин! Кому Господь предъявил претензию в первую очередь? Он зашел в храм и начал разгон. Церковь? Кому много дано, тому больше разгон. Амин! Скажите, где когда-нибудь Иисус пикетировал? В храме? В храме! Если бы мы увидели, что Иисус совершил в храме, то вчерашнее событие на Донской площади – это был бы детский сад. Вы меня не поняли? Да здравствует разгон Иисуса Христа в храме! Потому что если в храме будет порядок, то и в Иерусалиме будет порядок. Если в церкви закончатся духовные аборты, тогда в нашем обществе закончатся физические аборты. Если церковь будет повиноваться Богу и стоять в проломе, и ходатайствовать за свою землю, будьте уверены, гражданская война закончится, конфликты закончатся, кризис закончится. Кризис физический – это следствие кризиса духовного. В четверг будет очень классное служение завтра. Завтра будет и сегодня тоже классное будет. И вчера было классное. То есть классы разные бывают. И вкус помазания разный. И завтра одно из выступлений будет называться «Самокритичность во время кризиса». Самокритичность во время кризиса. В одни благоденствия наслаждайся, а в одни бедствия рассуждай, ибо то и другое сделал Господь. И каждый сетуй на грехи свои. И мне бы сегодня хотелось говорить о самокритичности, потому что можно легче всего говорить о том, кто виноват снаружи, не упоминая о самом себе. Мы понимаем, что нет праведного ни одного. И мы нуждаемся в Боге. И мы нуждаемся, чтобы Бог навел порядок в церкви. Аллилуйя! И когда в церкви все в порядке, церковь легко может управлять всеми процессами. Что она свяжет, то будет связано. Главное, чтобы церковь была здоровая, помазанная, организованная, дисциплинированная и влиятельная. Аллилуйя! Аминь! Повернись к соседу и скажи, это нас ожидает. Бог наведет порядок в моем сердце, в твоем сердце, в церкви своей. Аллилуйя! Иисус зашел в храм, опрокинул столы миновщиков, стал выгонять баранов, всяких там скот, который был один, навел такой шухер. все стояли и ничего не могли сделать. Вот бы такое DVD смотреть. Вот бы взглянуть на Иисуса, вот в самой активной фазе. Аллилуйя! Между прочим, он сделал бич и стал мочить, то есть бить, бичевать, выгонять всех. Ты что здесь делаешь? Ты что здесь делаешь? Но это не означает, что магазин Гескина надо выгнать с территории нового поколения. Там вся продукция нового поколения про Иисуса. Иисус свое не выгоняет. Тем более, что Гескин еврей. Повезло ему. Аллилуйя! И он очистил, выгнал из храма всех продающих, всех торгующих и сказал, это дом мой. И дом мой, домом молитвы наречется. А вы его сделали вертепом разбойника. Друзья, когда церковь из вертепа разбойников превратится в храм Божий, будьте уверены, наше общество превратится в цивилизованное правовое государство. Аллилуйя! И мы сегодня говорим о самих себе и говорим, Бог, помоги нам. Помоги нам быть влиятельной церковью. Помоги нам видеть Твои чудеса и знамения. Амин. На самом деле, в таких условиях, как сейчас, если бы не прямая связь с Богом, если бы не Его присутствие, если бы не сверхъестественная атмосфера Божьего помазания, друзья, люди издыхали бы от грядущих бедствий, люди бы пить начали, люди бы колоться, убивать, люди бы с ума сходили. Дух Святой, Он утешитель, Дух Святой, Он несет мудрость, Он дает нам понимание, как нам действовать. Я бы хотел в этот вечер, друзья, поговорить сегодня об ангелах. Между прочим, кроме помазания и кроме нашего Господа, который живет на небе, у нас к нашим услугам огромное количество ангелов. Ангелы, которые служат нам. Так будет называться моя проповедь. Ангелы, которые служат нам. Ангелы сильнее, чем человек, но не человек служит сильнейшему ангелу, а сильнейшие ангелы служат слабейшему человеку. Бог так устроил. Не всегда президент владеет неимоверной силой, но именно такого не совсем, может быть, физически тренированного президента охраняют. Очень тренированные, физически, может быть, сильнее, чем президент бодигарды. Амин. Ангелы, это служебные духи, которых Бог, которых Бог обязывает служить праведным, святым людям. Ангелы, которые служат нам. Знаешь ли ты об этом? Если бы ты знал, ты бы никого не боялся. А когда ты идешь один, как вчерашний камермен на ЛНТ, и в ухо получил, потому что он не верит в ангелов. у ангелов есть крылья. Кто знает, что у ангелов не лопатки, а у ангелов крылья? Скажи крылья. Вот почему в 90-м псалме написано, и под крыльями его будешь безопасен, перьями своими как ты думаешь, у кого перья? У курочек? У ангелов. У ангелов есть крылья, а на крыльях перья. Вот почему под крыльями его мы будем безопасны, когда он перьями своими осенит нас. Поэтому не убоишься ужасов в ночи. И стрелы прилетящий днем, когда я верю в Божьих ангелов, когда я знаю, что ангелы служат мне. Боже, обновляй почаще это откровение, чтобы я нигде никогда не боялся. Даже в самолете. Скажу признать, как сказать, хочу признаться, когда последний раз летел, я испугался аж. Когда был перелет с Европы на другой континент, ты знаешь, что внизу море, я всегда думаю, а чего бояться, какая разница, в море или на землю? Но лучше и не в море, и не на землю, а в аэропорт прибытия. Скажите, это намного лучше. Но все-таки, когда начинается эта турбуленция, когда вдруг что-то начинается в воздухе, вот такое посуда куда-то едет, и ты сам едешь куда-то и невольно что-то внутри. А что? В этот момент надо не просто включать какую-то религиозную самозащиту, как будто тебе легче становится, а все равно обновлять надо откровение. Ангелы вокруг нас. Я напрягаю свое воображение, я пытаюсь представить больших ангелов, три штуки, на левом крыле, то есть под левым крылом и три под правым. Я говорю, Господь, пусть ангелы держат этот Боинг. Не знаю, или это совпадение, или что-то. И прекращается турбуленция. Хочешь, чтобы твоя турбуленция закончилась? Ты должен каждый день обновлять откровение, что ангелы служат нам. на одинокой улице, на высоте десять тысяч, в жуткой толпе, в самых экстремальных условиях Бог заповедовал каким-то ангелам хранить нас на всех путях. Запомните, ангелы не только ведут нас из дома до церкви, из церкви домой, он заповедал ангелам хранить он заповедал ангелам своим хранить нас на всех путях. Скажи, Божьи ангелы хранят меня на всех путях. Амин! То есть, я как вижу это утром, я не знаю, там утро есть или нет, но они сверятся по нашим часам. Короче, Бог собирает ангелов всех, быстро все и все стоят. Наш спецназ Альфа отдыхает по сравнению с Божьими ангелами. Они все могут. Они могут то, чего ты даже не представляешь. И он говорит, так, в Латвии вот список праведников и дает ангелам наши фотки, имена, которые в книге жизни записаны. И Бог говорит, так, если вы не хотите, чтобы я скинул как мистера Лю и всех его собратьев, если вы не хотите, чтобы я дискредитировал вас и дисквалифицировал, короче, вот объект Алексей Ледяев. Я повелеваю вам, вот где бы он не был, куда бы он не ехал, чтобы вы один спереди, другой сзади, сбоку, четыре штуки на одного. Ну, это, не знаю, по степени важности, может быть, или по степени любви Бога, но я думаю, у каждого из нас по четыре есть. Помните, ты спереди, сзади, объемлюсь меня. Про кого? Все про перышки, про перышки. И вот Господь говорит, куда бы ни пошел мой слуга, президент, представляете, куда президент идет без своей свиты, куда президент идет без своих телохранителей, никуда. Даже Жириновский тот идет, а вокруг него вот такие бугаи, и он расстреляет в коридоре. даже у Жириновского есть телохранители, а ты важнее, чем Жириновский в глазах Божьих. И Бог ангелам заповедает хранить на всех, хранить на всех, где бы он ни был, если даже он чуть-чуть лоханулся, чуть-чуть ошибся, крыло подставляй, лишишься перьев, ничего страшного, дам тебе еще. Ангелы хранят нас. Ты можешь сказать, что я уперирую, может быть и да, но не хотел бы, друзья, превращать это в религиозную какую-то демагогию, это реально. Падут возле тебя тысячи, и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизиться, потому что ангелы рядом с тобой. На встречную пролетела машина, бешеная скорость, я вспоминаю, как я был в Николаеве, мы ехали в эту церковь, и вдруг, это уже сумерки, темно, навстречу, на бешеной скорости какой-то БМВ летит, просто как будто я думал, что они врежутся в нас, такой звук шоркнул, как будто, я не знаю, как будто мы взорвались, и машина аж вот так подскочила, мы остановились, та машина пролетела, как стрела, мы вышли из машины, эта встречная машина срезала стекло, стекло заднего вида, зеркало заднего вида, как бритвы, и ни больше, ни меньше, просто вот как бритва, и даже еще немножко коснулась этого колпака, этой задней, на заднем колесе, и куда-то в кювет улетела, и там уже, не знаю, милиция разбиралась, я думаю, господи, ну кто рассчитывает вот эти расстояния, вы думаете, случайности, что ли, сколько людей в таких ситуациях, уже трупы, 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 еще раз трупы, вот, секунда, вот такое расстояние, ангелы контролируют жизнь праведников, я верю в ангелов, я был в Аргентине, расскажу эту историю, на Новый год, пастор Дмитрий, вместе со своей командой, решили нам устроить Новый год, в соседнем местечке, называется Мардельплата, то есть Серебряное море, это где-то от Буэнесс-Айреса 350, может быть, чуть больше километров, ну почти как у нас, от Риги до Вильнюса, приблизительно такое расстояние, мы ехали на двух машинах, я, со своей женой, были в одной машине, а в другой машине, были три женщины, одна из них, с грудным ребенком, и два брата, то есть машинки были маленькие, людей было много, и вот представьте себе, скоростная трасса, из Буэнесс-Айреса, в Мардельплата, трасса скоростная, там машины мчали, где-то 140, 130, ну не меньше, 100 километров, просто все летят, и летят, жара, и вот мы едем спокойно, уже привыкли к этим, мелькающим пейзажам, за окошком, и вдруг, я смотрю, странная картина, впереди нас, метров за 300, вдруг машина начинает делать, какие-то странные движения, странные движения, сначала вот так, потом вот так, потом вот такие, круговые движения, и потом вдруг, задом наперед, просто поехал, и все, и потом, кто-то в машине говорит, да это же наша машина, мы увидели точно, наша машина, я посмотрел, ужас, эти машины, которые летели, они еле-еле вот так обходили эту машину, которая вот так крутилась, рядом вот так вот, был такой пологий откос, метра на три, думаю, боже, когда мы остановились, и увидели, что на полной скорости, отлетела, левое заднее колесо, это просто какое-то сумасшествие было, просто полностью, с диском колесо отрывается, и летит вперед, и на скорости 110 или 115 километров, представляете, как ведет себя машина, если нет заднего, левого колеса, ее сразу ведет, она поворачивается, думаю, боже, да здесь летят машины, они не предполагают, что у кого-то там не исправится, они летят себе в расчете, и все, думаю, вариант первый, в эту машину могли бы врезаться на огромной скорости, те машины, которые их обгоняли, это неименуемая смерть, вторая, если бы эта машина вращалась, и во время этих всех маневров, она опрокинулась, вот в этот вот, вот в этот вот, даже не глубокий овраг, если машина кувыркается, на такой скорости, там бы обязательно был труп, обязательно бы там была смерть, но я посмотрел, как аккуратно, вот так машина кружилась, да, можно отдать должное оперативности, или реакции водителя, который что-то там тормозил, да что ты там тормозить будешь, когда это вот в секунды, вот так вот все происходит, и все, и машину как будто развернуло, и вот так вот, вот просто в другую сторону, вдоль дороги, прямо ровненько, вот так машина остановилась, ни у кого из пассажиров не было даже царапины, мамаша, которая держала ребенка, ребенок даже не проснулся, никто не ударился об эти стойки, и друг об друга, это была просто катастрофа, но только с нулевым трагизмом, мы нашли это колесо на расстоянии 300 метров от машины впереди, это колесо отлетело и улетело куда 300 метров вперед, все вышли, мы подскочили, живы, живы, здоровы, ребенок спит, мамаша, больше всего испугался водитель, который понимал серьезность этой ситуации, он был белый, у него лицо было белое, потому что его жена рядом держала ребенка на руках, у него седые волосы появились, о чем я это говорю? Я не верю в случайности, я не верю в везение, в фортуну, существуют реальные ангелы, которые защищают нас, даже если мы что-то там не досмотрели, друзья мои, если бы не ангелы, любая оплошность стоила бы нам жизнь, если бы не ангелы, мы бы с вами уже давным-давно похоронили друг друга и забыли друг о друге, ангелы приходят к нам в самый тяжелый момент, я не знаю, насколько ангелы исключительно технического служения, существа, но я знаю, что когда Иисус в Гефсимане молился, и когда его пот был, как капли крови, Писание говорит, он нуждался в утешении, и ангел Божий стоял рядом, чтобы ободрять его. Наш Бог рассчитал все, чтобы мы не проиграли. Наш Бог рассчитал все, чтобы мы не разочаровались. Наш Бог рассчитал все, чтобы мы прошли до конца и победили. Амин. Когда ты колеблешься, и когда у тебя уже одна, как будто ты на ниточке, на волосочке, и когда даже уже говоришь Богу, Бог, все, да минует меня эта чаша, я не хочу идти туда, стоит ангел и утешает. Я верю в ангелов. Я верю, что когда я выхожу за порог церкви, ангелы Божьи сопровождают и защищают меня. Я читал книжку Ребекки Браун. Это женщина, которая была вовлечена в сатанизм, оккультизм, и свидетельство с той стороны. Колдуны и ведьмы медицируют, молятся дьяволу и потом они выходят в астрал. То есть они отделяются от физического тела и в астральном теле они совершают путешествия для того, чтобы причинять ущерб своим врагам. И естественно, как вы понимаете, главными врагами этих колдунов и ведьм являются праведные и святые люди, которые служат Богу. И вот она свидетельствует, что однажды в их местности появился миссионер, пастор, который приехал для того, чтобы служить церкви, чтобы проповедовать Евангелие. И он разоблачал, он изгонял бесов, и поэтому он для них был серьезной угрозой. Они постятся, они молятся, они жертвы приносят для того, чтобы иметь в духовном мире власть. И представьте себе, несколько колдунов и ведьм, совершив эти все свои обряды. У них своя вечеря бесовская, у них своя кровь, только они говорят, это не кровь, Иисус, они говорят, что это кровь козлов, кровь петухов, куриц и всякую вот это. И вот они делают вечерю, они делают ритуалы, молятся, и в момент самого такого апогея они выходят в астральное тело, они в астральном теле выходят из тела и они двигаются, они могут вторгаться на территорию других домов, они могут наносить ущерб, они могут совершать большие-большие, причинять большое зло и большой ущерб. И вот по свидетельствам этой Ребекки Браун, когда они вышли в астрал и направились к дому пастора для того, чтобы причинять какой-то ущерб, вы знаете, иногда смотришь, проводка горит, иногда смотришь, какой-то стук в доме, иногда смотришь, какая-то, что-то непонятное происходит в доме, болезни или страхи или ужасы, это не случайно, это присутствие инородных тел. Нас воспитали в материалистическом духе и для нас это сказки, это не сказки, это реальность, весь мир духовный. И в то время, когда мы приблизились к этому дому пастора свидетельствует Ребекка Браун, мы увидели странную картину. Вокруг этого дома, как забор, стояли где-то двухметровые ангелы, причем они стояли лицом наружу, и они вот так вот стояли и охраняли. И когда мы в духовном, представляете, существуют бесы, демоны, существуют астральные тела, и существует вот это колдовство, и когда мы приблизились к этому дому, ангелы обнажили свои мечи. И как бы мы ни старались проникнуть на территорию святых и праведных людей, у нас это не получалось. Потому что каждое прикосновение их меча, оно вызывало жуткие страдания, и ангелы сказали, вы здесь не имеете права находиться. Я знаю, что даже когда кто-то покушается на твою собственность, на твою территорию, на твою недвижимость, на твою судьбу, призывайте Божьих ангелов. Ангелы охраняют нас на всех путях. Я знаю, что ангелы сражаются. Когда Даниил 21 день постился и молился, о чем молился, о стране молился, о правительстве молился, о народе своем молился, чтобы закончился плен, то пришел ангел и сказал, я услышал тебя, я бы в первый день пришел к тебе. Вы понимаете? Проклятые места защищают ангелы дьявола. И ангелы Божьи вынуждены прорываться через этот заслон. Территорию праведных и святых людей защищают ангелы Божьи. Через ограду, через эту ограду прорываются бесы и демоны. Я точно знаю, что пост и молитва это то время, это то состояние, которое как магнетизм притягивает тебе и помазание, и ангелов, и близость Божью. Бог смиренным дает благодать, и в этом слове благодать сокрыты все бонусы и привилегии, которые Бог определил для своих сыновей и для своих дочерей. Халлалюя! Я верю в Божьих ангелов. Я верю, что Божьи ангелы призваны к служению тех, кто сегодня служит Богу. Если ты служишь Богу, ангелы служат тебе. Исход 23.20 Исход 23.20 Здесь написано так. Вот я посылаю перед тобою ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. Когда бы Бог не избирал человека, Он оснащает его всем необходимым, чтобы обязательно он дошел до того места, которое Бог для него приготовил. Почему я могу рассчитывать, что я дойду до конца и до своей цели, потому что я это сделаю не своими усилиями. Я знаю, что к моим усилиям Бог добавляет и помазание Духа Святого, и ангелов, которые будут расчищать мою дорогу. Вот я посылаю перед тобою ангела. Мы сегодня идем к большим целям и к христианскому правительству, и к тысячам мега церквей. Мы идем к большим целям, к праздникам поклонения. Мы идем к реформаторской деятельности и большой реформации нашей страны. И мы знаем, что это многогранная комплексная программа. Но я точно знаю, что ангелы Божьи, они способны обеспечить стопроцентное выполнение всех порученных заданий от Бога. Даже самое кризисное время, друзья мои, когда над народом Божьим навесла угроза и злобный Аман отчитал 10 тысяч талантов и сказал, я плачу, законы надо поменять. Я плачу, поэтому законы надо поменять и надо утвердить закон, на основании которого евреев надо уничтожить тотально. Закон был подписан. Трагедия, что делать? Ты скажешь, а где здесь ангелы? Все на своем месте. Когда Мардахей молился, когда народ постился, происходило много разных процессов. ангел Божий пошел впереди. Куда я не могу зайти, туда зайдут ангелы Божьи. И ангел Божий зашел в кабинет этого царя, перьями почесал за ухом, разбудил его и сказал, ну-ка, иди-то в архив. Тот взял, открыл компьютер, архив, набрал Мардахей, что он сделал, как много он сделал, нажал колоночку награда, ничего, непорядок, а ангел стоял, еще раз, он взевает, он ему раз, спокойно, читай, читай, я точно знаю, что по нашим молитвам, небесы будут наводнять наш парламент по нашим молитвам ангелы, они будут заходить в каждый кабинет, они будут заходить в каждое министерство, они будут заходить в канцелярию, они будут заходить туда, чтобы приготовить путь для Божьих планов, и они будут влиять, чтобы мозги поменялись, решения поменялись, законы поменялись, И тот, кого хотели повесить, этому же Мордахею, тот же царь, начинает подписывать огромные-огромные бонусы и благословения. Я верю в Божьих ангелов. Вы за мной? Господи! Смотрите, что делают ведьмы и колдуны. Они берут фотки, они берут своих неприятелей, и они туда посылают бесов. Они просто... Что такое проклинать? Что такое проклинать? Проклинать, это значит говорить бесам фас. Я проклинаю колонку. Это означает, я говорю, бесы, идите испортите все, что можно портить в этой колонке. Что такое благословлять? Это говорить, Господь, пусть твои ангелы пойдут туда и наведут порядок. Вы со мной? Я пойду, я пошлю ангела, и он приготовит путь. И он приготовит путь. Деяние апостолов, 12 глава. Давайте прочитаем Деяние апостолов, 12 глава. Здесь такое место интересное. В то время, когда Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать зло, и убил Иакова, брат Иоанновым мечом, и видя, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, так как было дня пресноков. И, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам войн стеречь его. Боже мой! Что только церковь не переживала! Какими кровавыми дорогами церковь не ходила! Что только не приходилось испытать первоапостольской церкви! И посадили в тюрьму. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Ангелы действуют по молитвам. Поймите, не просто я лежу на диване, а ангел лежит со мною и смотрит телек. Запишите, ангелы телек не смотрят. Если ты смотришь телек, ангелы тебе не помогают. Ангелы служат тем, кто служит Богу. Так и запиши. Если я служу Богу, ангелы служат мне. Если я не служу Богу, ангелам делать нечего. И вот Петр проповедовал. Оказался в экстремальных условиях. Его посадили в тюрьму. Его заковали по ногам и по рукам. Шестнадцать человек стерегут. А церковь прилежно молилась Богу. Я верю, что во время прилежной молитвы происходят чудеса, связанные с ангелами. Скажи, чудеса, связанные с ангелами. Еще раз. Еще. Амин. Когда церковь прилежно молилась Богу, происходили чудеса, связанные с ангелами. Амин. И смотрите, что-то происходит. Когда же Ирод хотел вывезти его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. Это вам не наша городская тюрьма Набраса. Там все было по-настоящему. Там не было дыр в стенах и не было продажных тюремчиков. Там все было по-настоящему. Седьмой стих. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Да не будет это для нас сказкой. И вот ангел Господень предстал, и свет его осиял темницу. Когда церковь прилежно молилась Богу, ангел Господень приходит туда, где люди переживают чрезвычайные критические обстоятельства. Я верю, что когда мы сегодня третий день постимся, смиряемся, и Бог видит, что все по-настоящему, мы прилежно молимся. Из-за устройства церкви, из-за устройства нашего парламента, из-за очищения нашей страны от всякого беззакония, я сто процентов уверен, Бог собирает на небе ангелов и говорит, по молитве народа моего, вы должны идти в темницы, в парламент, в мистерство и совершать волю мою. Цепи должны быть разорваны, темницы должны быть открыты, и всякое помазание, и всякая справедливость, и все, что касается служения Богу, что сегодня сковано, оно будет разорвано и освобождено. Я верю в Божьи чудеса, связанные с прилежной молитвой церкви и участия ангелов. И явился ангел Господень, он бы никогда не явился, если бы церковь прилежно не молилась Богу. Никогда ангелы не явятся в наш Сайм, если церковь не будет прилежно молиться об этом Сайме. Мы должны молиться за начальствующих и властей, чтобы однажды ангелы Божьи пришли туда, и все цепи греха, коррупции, нечестия, имберзости были разорваны. Я верю в Божьих ангелов. Когда церковь прилежно молилась Богу, ангел Господень предстал, свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, встань скорее. А Петра сказал, не мешай, я хочу спать. Надо же так заснуть в тюрьме, чтобы тебя толкал ангел. Ангел, знаете, чем толкнул? Перьями. Мягко. Петр сказал, уйди. Нет, вставай. Вставай. Чудеса какие, Господи. Ангел толкнул Петра в бок. Бог ангелом заповедал хранить нас на всех путях, даже если наши пути приведут нас в темницу. Для Бога нет тупиковых ситуаций. Скажи, я верю в ангелов, которые служат мне. Я буду прилежно молиться, чтобы не оставить их без работы. Когда мы прилежно молимся, тогда ангелы прилежно работают. Аллилуйя. Для меня непонятно, если даже скажешь, Алексей, а что, Дух Святой не мог ему сказать? Откуда я знаю? Они там сами разберутся. Кому лучше прийти, ангелу или Духу Святому? Амин. Между прочим, когда на Рождество должен был Иисус родиться, тоже ангел прилетел и толкнул в бок Марию. И сказал, Мария, привет. Yes, man. Все будет хорошо. Ты родишь Иисуса. И она с ангелами разговаривала. Ты никогда не видел ангелов? Скоро увидишь. Я недавно видел на трассах, на дорогах, странный такой вот силуэт ангела. И знаете, что там было написано? Если ты будешь ходить без отражателей, ты скоро станешь ангелом. Ну, я в это не верю. Кто-то может чертом стать. Откуда ты знаешь, каких ангелов? Ладно, мы отвлеклись. Ангелы. Ангел разговаривал Петра и сказал, встань скорее. Цепи упали с рук его. Для чего приходят ангелы? Да для того, чтобы цепи упали с наших рук. Для чего ангелы приходят? Да для того, чтобы цепи спали с наших ног. Для чего ангелы приходят? Для чтобы цепи спали с наших мозгов. Ангелы приносят свободу. Закричи, халлелуя. Я верю в ангелов, которые приносят свободу. Аминь. Цепи упали с его рук. И сказал ему ангел, опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мною. Смотрите, Бог обещал и Бог исполняет. Я пошлю ангела твоего перед тобою. Я пошлю ангела своего перед тобою. Я знаю, что передо мною будет идти ангел. А я буду идти уже по приготовленной дороге. Цепи будут падать. Закрытые двери на семь замков будут открываться. И измученные будут выходить на свободу. Я верю в божьих ангелов. Это откровение разрушает страх и неуверенность в завтрашнем дне. Итак, Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думал, что видит видение. И дальше вы это знаете. И дальше вы это знаете. Когда под Петр вышел на улицу, ангел исчез. В это время церковь молилась. И говорила, Бог, освободи Петра. Бог, освободи Петра. Бог, освободи Петра. И Петр уже пришел и стучится в двери. А церковь прилежно молится, молится и молится. Потом кто-то услышал стук в дверь. И говорят девушке, Людый Стенгревич, иди посмотри. Кто там? Людый Стенгревич пошла. Открывается Петр. Но ночью не разберешь. Это, как ее звали, Рода. Рода. Из народа. И она спрашивает, ты кто? Он говорит, я Петр первый. Я Петр. Вы молились, чтобы я свой? Перестаньте. Закрыла дверь. Пришла в молитвенную группу. Они. Я, я, я. Сатана, уйди. Я, я, я. Сатана, уйди. Как вчерашние эти спецназовцы. Они говорят, подождите, подождите. Я сейчас видела Петра. Тебе мерещится. Ты меньше всех молилась. Поэтому ты не понимаешь. Так быстро нельзя решать вопросы. Аллилуйя. Петр пришел к своим. А свои не приняли. Нам кажется, что эту проблему в Латвии Господь будет решать еще в ближайших 50 лет. Успокойтесь. Ответ уже стучится в наши ворота. Ты слышишь этот стук? Ответ уже стучится в наши в двери. Аллилуйя. Ответ уже стучится в твои двери. Ты думаешь, через 5 лет, через 3 года, через 2 года. Ответ уже стучится в твои двери. Аллилуйя. Я верю в ускоренные Божьи ответы. Амин. Давайте закроем глаза. Давайте помолимся сейчас о самом себе. И скажем, Бог, научи меня верить. Научи меня молиться. Научи меня познавать волю Твою. Я верю в ангелов Твоих. Пусть все мои вопросы. Пусть все мои проблемы. Пусть все, что связано цепями. Оно будет разрушено и уничтожено. Все, что заковано. И все, что сегодня в темницах. Пусть ангелы Твои идут в эти тюрьмы. Пусть ангелы Твои идут в эти кабинеты. Пусть ангелы Твои идут в эти враждебные лагеря. И совершают там свою работу. Когда церковь прилежно молилась Богу, ангелы шли в темнице. Когда церковь прилежно молилась Богу, тогда ангелы шли в президентский кабинет. Когда церковь прилежно молилась Богу, ангелы уничтожали 175 тысяч сириан. Пусть ангелы Твои выступают и оболчаются вокруг боящихся Тебя. Соедините руки. Давайте молиться о чистоте церкви. Давайте молиться, чтобы все конфликтные ситуации решились. Чтобы бизнес, который сегодня закован, освободился. Чтобы все неверующие, которые в темницах, они вышли на свободу. Чтобы всякое проклятие на этой земле, оно разрушилось. Glory! Пусть ангелы Твои! Glory! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Пусть ангелы твои оккупируют наше правительство Пусть ангелы твои оккупируют кабинеты президента Министров, премьер-министр, а Дух Святой Зажги эту прилежную молитву Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ангелы служат нам, когда мы служим Богу Аллилуйя! 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 Молись прилежнее! Пусть происходят чудеса! Пусть происходят чудеса! Связанные с ангелами! Субтитры создавал DimaTorzok Аллилуйя! Зачай голос церковь, ангелы уже на пороге. Ответ уже стучится в наши двери. Ответ уже стучится в наши двери. Ли-ра-щара-бл-шар-рета-ла-ра-та-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Аллилуйя! Ли-ра-щара-рета-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Аллилуйя, 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 Глория, 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 Глория. Аллеуя! 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 Слава! 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 Аллеуя! 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 Субтитры добавил DimaTorzok Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Давайте вместе скажем, Отец, я благодарю Тебя за ангелов Твоих, которые служат мне, когда я служу Тебе. Я благодарю Тебя, что в моей жизни происходят великие чудеса, связанные с ангелами. Когда я могу прилежно молиться Тебе. Пусть ангелы Твои идут передо мною и приведут меня в то место, которое Ты приготовил для меня. Пусть все темницы воссияют светом от ангелов Твоих. Пусть цепи на руках разрушатся. Темницы откроются. И все измученные пусть выйдут на свободу. Мы прилежно молимся. Мы соединяем наши сердца. И просим Тебя. Пусть небесы и демоны оккупируют лабиринты нашего правительства. Пусть Твои ангелы оккупируют кабинеты нашего Сайма. Очисти, освяти и благослови наше государство во имя Иисуса. Аминь. Халлелуя. Халлелуя. Садитесь. Я вспоминаю еще одну историю. Когда народ израильский был в рабстве, он строил дома, а в этих домах жили филистимляне. Израильский народ сеял, а урожаи снимали филистимляне. Юноши израильские женились, а с их невестами спали филистимляне. Израильтяне рождали детей, и этих детей отдавали в рабство филистимлянам. Филистимлянам. Это было страшное время. Народ выгнали, просто выгнали с их насиженных мест. Рабство – это всегда проклятие и наказание. И все разочаровались, кроме одного упрямого, настырного еврея, который выколачивал пшеницу, который злился, который протестовал. Он говорит, так не должно быть. Все должно быть по-другому. А ему говорили, угомонись. Что ты можешь? Ты один, а их много. Ты один, а там целая система. А плевать, сколько их. Самое главное, если ты любишь, значит, ты ревнуешь. Кому ангел Божий пришел? К тем, кто сушил весла? К ангелу. А ангелы к тем не ходят? Чего им помогать? Тот, кто уже сдался, к тем ангелы не приходят. Но тот, кто еще внутри протестует, говорит, а я знаю, не все потеряно. Можно все вернуть. Можно все восстановить. Можно все отобрать. Всем раз. И я дождусь этого момента. Именно на таких людей Бог обращает внимание. И вот Он призывает ангела, говорит, эй, иди сюда. Ты видишь, все сдались. Все сдались. Капитулировали. Дезертировали. Дезертировали. Один сопротивляется. Один сопротивляется. И к нему. И скажи, что его рукой я дам спасение Израилю. И к этому протестующему Гедеону приходит ангел. Ангел Божий говорит, мир тебе, муж, сильный. Он говорит, какой я сильный? Где моя сила? И дальше он залепил. И дальше он выбросил этот контраргумент. Где чудеса, о которых нам отцы рассказывали? Где превосходство Божьего народа над язычниками? Где разница между служащими Богу и неслужащими? Или это все сказки? Или это все басни? Ангел стоял. Нет. Это не басни. Это не сказки. Просто в вашем народе нет смелых людей. Просто в вашем народе рабы. Если ты один все еще внутри не сломался и не стал рабом, через тебя по моей ревности и любви к своему избранному народу я совершу великое чудо и великую свободу. И когда ангел хотел уйти, что сделал Гедеон? Он сказал, стоп, ангел, не уходи. Я хочу принести жертву. Я хочу принести жертву для того, чтобы то, что ты сказал, чтобы это исполнилось в моей жизни, чтобы я стал сильным, чтобы я победил, чтобы я своему народу мог принести реальную свободу. Я верю, что ангелы Божьи здесь. Давайте возьмем жертву. Давайте возьмем жертву. И ангел ждал, когда Гедеон приготовит эту жертву. Ангел ждал, когда он эту жертву положит на этот камень. И потом он коснулся мечом этой жертвы. И огонь съел эту жертву. Мы хотим действовать так, как действуют сильные люди, а не так, как действуют слабые люди. Я верю, что через меня может прийти свобода латвийскому народу. Я знаю, что через твою смелость и через твою веру может прийти свобода твоему народу. Давайте покажем Богу, что мы жаждем чудес, как Гедеон. Давайте покажем Богу, что мы не смиряемся и не соглашаемся на поражение. Давайте Богу покажем мы протестанты. И мы до сих пор все еще верим в те чудеса, о которых нам рассказывали наши отцы. И мы дождемся этого времени, когда увидим христианское правительство, когда увидим, что Латвия расцветет, когда правительство перестанет проклинать народ, а народ перестанет проклинать правительство, мы увидим достойных вождей, национальных героев, патриархов своей нации. Нам не будет стыдно за свое правительство, и правительству не будет стыдно за нас. Мы продолжаем верить в эти чудеса. Может быть, он скажет, это наивно, а нам все равно. Мы верим, что Бог обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам своего народа. Мы верим в политические чудеса. Мы верим, что Бог искоренит нечестие с этой земли, и праведность будет торжествовать и укрепляться на этой земле. Мы продолжаем верить в те чудеса, о которых нам рассказывали в начале девяностых. И мы верим тому же Богу. И ангел кому-то сегодня скажет свое послание не тем, кто разговаривает или спит, а тем, кто внимательно слышит, что небо сегодня говорит земле. Я верю, что Бог поднимет из этой среды великих национальных героев, которых не знает еще никто, которых еще никто не... Может быть, он неизвестен. Завтра о Гедеоне заговорят все. Завтра у Гедеона будет своих 300 спартанцев. И через них Бог совершит великое чудо. И чтобы закрепить то откровение, которое ангел принес Гедеону, он взял жертву и сказал, Ты не пришел ко мне с пустыми руками. Я не хочу, чтобы я ушел от Тебя с пустыми руками. Возьми мою жертву. Давайте поднимем свою жертву. И давайте помолимся и скажем, Отец, я продолжаю верить в Твои чудеса. я верю в торжество справедливости. Я верю, что из моей страны Ты выкручуешь всякое беззаконие, и Твои справедливые суды прольются на головы нечестивых. Ты поднимешь национальных героев. Ты поднимешь патриархов своей нации. Благодарю Тебя, Господь, за ангелов Твоих, которые осуществят и утвердят на этой земле волю Твою. Вот моя жертва, которая говорит о моей серьезной вере в Твое откровение. Прими эту жертву и добудет по слову Твоему. Пусть через мое служение и через мою веру свобода и пробуждение прибьет в мой народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Халлелуйя. Пожалуйста, Аширы, соберите деньги. Молись на языках. Пусть это слово растворяется вера. Кеннерамбл масса торба. Шитер лабаресут риманжи гритер гелечес реблетара баката. Камен арусу турма хаталар ищу циталии. Кэльман арил юсу рублэщ тигэр блут тигра бар глетир и гретир лабротал аред гроссотайя. Камен арабрус чубру бакатал араб. Камен арил лабротал камен арабрус тигэр лабротал илллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Твое великое и святое имя. Аминь. И весь Божий народ сказал, халалуя.